Одним из первых ярких революционеров, большевиков из нашего района был уроженец села Бестях Афанасий Наумов Назаров. Род Наумовых исходил из бывшей Екатеринославской губернии от казенных крепостных крестьян. Ему принадлежит видный государственный деятель Афанасий Алексеевич Наумов Назаров, со дня рождения которого сегодня исполняется 135 лет. Алексей Титович своего сына Афанасия с большим трудом устроил в Якутское реальное училище, куда в то время могли поступать только дети Тайонов, князей и государственных служивых людей. Он учился вместе с Гаврилом Ксенофонтовым, Павлом Сокольниковым и другими, ставшими впоследствии известными государственными деятелями. Позднее Наумов отправился в Петербург, поступил на высшие сельскохозяйственные курсы в институт имени Шанявского. Вскоре ушел на нелегальную подпольную партийную работу. Ему необходимо было сменить фамилию. Его отец Алексей Титович поделал паспорт на имя Афанасия Алексеевича Назарова, Якута, Батрака, провестника сына. С тех пор, как получил от отца новый паспорт, Афанасий носил эту фамилию пожизненно. В Первую мировую войну Наумова Назарова мобилизовали в царскую армию, где он занимается подпольной пропагандой и антивоенной агитацией среди солдат, офицеров и вновь попадает под преследование жандармерии. В канун Октябрьского вооруженного восстания Наумов Назаров выборским советом Петрограда был назначен комиссаром Лесковско-Удельминского района, принимав участие в штурме земного дворца. После ликвидации Колчаковщины Наумов Назаров 20 декабря 1920 года избирается делегатом Атомской губернии на 8-й Всероссийский съезд советов. Летом 1921 год ЦК партии по ходатайству Максима Кировича Амосова направил его в Якутию. Афанасий Алексеевич начал работу заведующим губернским земельным отделом, в октябре был избран членом губернского революционного комитета Якутии. Вскоре в связи с войной в Якутии он назначается политруком первого сводного отряда Котласа. Был членом военного совета Амгинского гарнизона, руководил обороной Амгинской слободы, находившейся в осаде с 10 января по 5 мая 1922 года. После гражданской войны Наумов Назаров свой огромный опыт отдал восстановлению разрушенного войной народного хозяйства Якутии. Был заместителем наркома, народным комиссаром земледелия ЯАС. В декабре 1922 года избирается делегатом первой всеякутского учредительного съезда советов, где выступил с докладом по земельному вопросу Якутии. На съезде избирается членом ЦИК Якутии АССР вместе с основателями молодой республики Максимом, Амосовым, Платоном, Аинским и Сергеем, Оржаковым и другими. Афанасий Алексеевич дружил со многими выдающимися людьми того времени, писателем Всеволодом Ивановым, вендром Мате Залко, Емельяном Ярославским, Михаилом Калининым, Иваном Стродом, Карлом Байкаловым. Человека обаятельного, широкой души и отваги, обладающего ораторским искусством, его высоко ценил Максим Кирович, Амосов, основатель государственности нашей республики. 17 апреля 1936 года его арестовали и облинили по статье 58-го части 6 Уголовного кодекса РСФСР. Затем обвинения переквалифицировали на статье 58-го части 1 и приговорили к высшей мере наказания, к острелу с конфискацией имущества. 21 октября 1939 года приговор был приведен в исполнение в городе Якутске. Писатель Николай Алов в романе «Интервенция» в Омске героя Назарова писал с него. Писатель Всеволод Иванов, создавая образ большевика, комиссара партизанского отряда Петлеванова в своей пьесе «Бронепоиск номер 14-69», воплотил в нем высокие моральные качества, мужество и отвагу нашего замечательного земляка Наумова Назарова. Ахангаласский писатель, Харитонов Оеку, недавно удостоенный государственной премии имени Платона Айунского, в романе «Эпопея Хабалок-Суву», переведенном на русский язык, в качестве главных героев описывает семью Наумова. Афанасий Наумов-Назаров в 1913 году женился на Ане Арсеньевне Чайникове Стверской губернии. За 40 лет безупречной педагогической работы Ане Арсеньевне присвоили звание заслуженного учителя РСФСР. Супруги воспитали достойных детей.